Фатима Хадуева, яснознающая, родилась в городе Махачкала, Дагестан. Является мастером духовных практик, обладает даром целительства. Впервые поняла собственное восприятие устройства мироздания в пять лет. Нашла себя в медицине, бизнесе, респруденции и журналистике. В 2013 году Фатима Хадуева стала финалистом 13 сезона «Битвы экстрасенсов». Активно поддерживает благотворительные проекты, пишет книги, проводит семинары и мастер-классы. Что сильнее, знание или вера, здесь нельзя поставить знак «больше или меньше». Это, скорее всего, знак равенства. Любая вера, которая бы не была у вас, во что бы вы не верили, всё равно должна подкрепляться знаниями. Если у вас просто есть знание, но нет веры, вы никогда не сможете достигнуть профессиональных результатов в том или ином действии. Для меня очень важно знание, потому что с верой я родилась. Всё зависит от того, и для чего нужно знать. Надо, например, детям знать, если они залезут своей ладошкой в огонь, они могут обжечься, значит, им будет больно, будут ожоги. То есть для этого знание необходимо. А знать своё будущее я бы не всегда рекомендовала, потому что будущее вариативно и от вас зависит, как вы его поменяете. Когда ко мне приходят и говорят, что у меня будет, я говорю, я тебе скажу, что у тебя будет. Но я очень расстроюсь, если это всё сбудется, потому что ты ничего не изменил и никак не вырос. Поэтому пусть всё меняется и предсказания не избываются. Судьба Судьба – это определённые рэперные точки. Например, если вам суждено стать известным человеком, то вы обязательно станете. Хотите вы того или нет, это ваша судьба. Но от вас зависит, каким известным человеком вы будете. Либо вы станете известным актёром, известным врачом, печеньком, а может быть, известным киллером. Судьба существует, она даёт лишь только определение направления, рэперные точки. Вам необходимо родиться и вам необходимо умереть. А также реализоваться относительно своей профессии и специальности. Вот это и есть ваша судьба. Чтобы вы нашли и почувствовали, кем вам быть в этой жизни и какой след оставить в истории. Нет такого понятия «помогать судьбе» или «мешать ей». Есть такое понятие «реализовываться согласно своему плану, с которым ты родился», чтобы идти в резонансе друг с другом. Например, у тебя очень слабая планета Сатурн, которая отвечает за тюрьму, за реанимацию, за больницу и одиночество. И тебе обязательно это надо пройти. Значит, если ты будешь себя плохо вести, нарушать закон, ты попадёшь в тюрьму. Но можно этого избежать. По судьбе реализовать свой Сатурн правильно. Например, взять и ограничить себя в курении, в алкоголе, в кофе. То есть выбрать то, что для тебя тяжело. И тем самым ты отработаешь Сатурн, в тюрьму, и ты не попадёшь туда. Люди хотят какой-то информации. Им нужно чудо. Им нужно получить внутреннее спокойствие. Смотря телевизор, читая газеты, они не находят там успокоения в своём будущем. Поэтому они идут к специалистам, которые им говорят, «Ой, мы сейчас вам всё уберём плохое, у вас будет всё хорошее». Всё, людям больше ничего не надо. Им нужно и хорошее. Нельзя ходить постоянно и корректировать свою ситуацию. Ваша задача действительно найти учителя, либо найти мастера, который даст вам инструменты чувствования, научит, как с этим жить. А вы не будете каждые пять минут к нему бегать. Вот тогда это правильно. И на сегодня, пока есть спрос, будут такие предложения. Но только смотрите на это со стороны. Но немножко юмора добавьте. В любом реалите всегда есть второе слово «шоу». Большинство людей хотят найти вину и причину своих неудач в совершенно других людях. И им так удобно. Люди ленивые. Они не хотят работать над ошибками. Они не хотят анализировать, что с ними происходит. Поэтому они всегда ищут третьего человека, третью сторону. Очень редко на сегодня можно встретить людей, у которых действительно есть либо родовые искажения, либо порча их энергии. Такое происходит, но очень редко. Все остальное – это результат собственных действий. Извините, причина следственной связи никто не отменял. Если ты не ходила целый месяц на занятия, то у тебя будут проблемы с сессией. И никто тебе этого не испортил. Ты сама испортила свою жизнь. Правильно? Логично. Поэтому нужно уметь проводить работу над ошибками. Очень мало родовых искажений. Особенно такое понятие, с которым приходят молодые и говорят, у меня венец безбрачия. Я ее всегда спрашиваю, какое количество мужчин у тебя было? Она говорит, ну, пару-тройку. Я говорю, до восьми доходит. Да. Я говорю, а какой венец безбрачия ты говоришь? Венец безбрачия – редчайшая форма магического воздействия. Встречается очень редко. Женщина при этом остается девственницей. Она не может не только выйти замуж, она не может даже прикоснуться к мужчине. Зато у нас распространена печать одиночества, которая тоже передается по наследству. А как? Рассказать? Все очень просто. Если ваша мама была одинока, она передала вам знания, как быть одинокой. Она не научила вас правильно взаимодействовать с мужчиной. У вас нет матрицы в голове, как жить с мужчиной. Что такое семья, что такое муж и что такое жена. И вы передадите своей дочери то же самое, либо своему ребенку. Отношения будут. Ведь у мамы тоже же вы откуда-то появились. Люди прячут за этими словами, порча с глаз, проклятия, свои неудачи, свои проблемы. Но такие понятия существуют, потому что все откуда-то пришло. Например, если вы порвали куртку, у вас будет вещь испорченная. Логично? Логично. Вот так же можно испортить энергетику человека. И он как воздушный шарик дырявый, начинает задуваться. И чем меньше у него энергии, у него слабее становится энергоиммунитет. И он начинает болеть, сонливость. И вот так портить свою ауру, свою энергетику может любой. И мало того, вы сами. Но у нас есть доброжелатели, люди завистливые, которые могут порвать вашу энергетику запросто. Психология – это наука о душе. Это то, что в принципе можно соединить знаком равенства с эзотерикой и с экстрасенсорикой. Но психология – это уже признанный факт науки. А экстрасенсорика никакие рамки пока не входит. Эзотерика – нет такой науки. Единственное, что сделали, это теософия, определенный уровень знаний. Психологи работают больше с психической, ментальной энергией. Мне лично приходится работать со всем живым организмом, со всеми его телами. Если вы идете по темной улице, по темной дороге, едете по темной дороге, вам темно и вы не видите, правильно? Ничего впереди. Но вы должны знать, что внутри вас есть фара. Первое – ее надо включить, тогда вы будете освещать свой путь. Иногда она загрязняется. Дождь, грязь, вода. Мойте ее чаще. То есть нужно очень часто приводить себя в порядок. Слышать то, что происходит. Это внутри вас. Даже крест, он внутри вас находится. Внешние атрибуты, они, конечно же, помогают людям за что-то схватиться. Очень много раздраива. Вы правильно сказали, очень много информации, в которой человек теряется. Что такое защита? Я, конечно же, против любой формы защиты нормальному человеку. Почему? Потому что, представьте, человек, на него одевается банка. Защищает его от всего негативного. Ни дождя, ни холода, ни солнца, ничего нет. Как эта банка, эта защита защищает тебя от плохого, так она и не дает и хорошему прийти. И только тогда, когда мы окунем палец в горячее, узнаем, что это горячо, мы будем в следующий раз аккуратно. Защита нам не дает столкнуться, осизать, чувствовать. Защита нужна только тяжелобольным. То есть те, кто уже сломались. И то на какой-то период времени. Так же, как мы бережем, оберегаем детей, когда они только родились. 40 дней мы никому не показываем. Так и здесь. Нельзя помочь человеку, либо навязывать свою помощь. Если кто-то вас останавливает на улице и говорит, у тебя там порча, я тебе с нему помогу, гоните нахрен этого человека. Это просто вымогательство или гипноз. Помогать нужно только тогда, когда действительно человек об этом просит. С годами я об этом убеждаюсь все чаще и чаще. Даже собственным детям. Научите их преодолевать гордыню и сделать этот шаг. Я не отвечаю на незаданные вопросы. Надо взять знания первоистоков. То есть химия, физика, русский, там вы местный язык изучаете, белорусский. Взять основу. И потом научиться чувствовать, где правда, где ложь. Вы никогда не запутаетесь, если будете ориентироваться на свою душу. Когда у вас внутри тепло и хорошо, правда. А если вы будете каждый раз угнаться за погони, быть в погоне за модными новостями, за модными тенденциями, вы ошибетесь, вы уйдете в бездну. И понимаете, что средства массовой информации – это все-таки власть. Власть над вашим сознанием. Я на эту тему написала новую книгу «Кризис кармы кошелек». И кто хочет разобраться в себе, там найдет все ответы. Вам нужно не только чувствовать, вы должны знать, что каждый раз ваши интересы будут меняться. У вас должны внутри быть принципы, которым вы не изменяете. То есть не зарабатывать, например, на определенных там вещах. На смерти, на проституции, на наркотиках, на оружии. У вас должны быть принципы не подставлять людей. Честно зарабатывать себе на жизнь в отношениях. Не манипулировать. Вот, когда у вас есть эти принципы, вам не важно, чем вы будете заниматься. Сегодня вы хотите писать картины. Вы получили удовольствие, вы сделали лучшее творение. А потом вы замечаете, что вы начинаете работать, и это забирает у вас радость. И вы вынуждены так зарабатывать деньги. Поэтому быстро ищите себе какую-нибудь другую замену. Начните делать экибаны. Каждый ребенок рождается с определенным набором талантов и качеств. Родители лишь только создают для него условия. И, если ты талантлив, тебе не важно, какие условия у тебя были, даже их отсутствие. Все зависит от того, что ты будешь делать. Не надо на родителей перекидывать свои неудачи. Например, родители мне не отдавали в музыкальную школу. Я до сих пор хочу научиться играть на фортепьяно, хотя бы одну мелодию. Но я не злюсь на родителей. Зато я прошла спортивную школу, стала КМС под звездом. Родители тоже не разрешали, не создавали этих условий. И я нашла эти условия в своей жизни. Поэтому не во всем виноваты родители. Каждая душа на земле, дети это или родители, несет ответственность только за свою собственную жизнь. И отвечает только лишь за себя. Да. Но генетически в нас есть кровь. И там есть гены, коды, которые мы хотим или нет, но будем на себе испытывать. Например, если наши родители взяли большой кредит, умерли и в наследство оставили нам этот кредит, то мы будем его выплачивать. Фактически, получается, мы ответственны за родителей. Вот так передается некая информация. И за их действия. Если наши родители были очень известны, на детей ложится печать, всегда их будет сравнивать с родителями. Правильно? Это называется социальность. Это не то, что зарождено в человеке. И детям, хочу сказать, детям известных родителей, никогда не стремитесь отказаться от своих родителей. Не надо говорить, что вы хотите самостоятельности. Вам Боженька Всевышний дал родиться в этой семье с достоинством примите и пройдите этот путь. Сегодня очень мало литературы, которая дает тебе основу, о которой я говорила. Эта основа всегда развивает. Но к тем книгам, о которых говорите вы, лидеры продаж, как стать успешным, известным, знаменитым, я бы всегда прикладывала книжку. Называется «Список врачей-психотерапевтов». Почему? Потому что они говорят правильно, пишут правильно, но они не учат, как заполнить ту пустоту, которая у тебя в жизни возникла, которую тебе нужно заполнить. Их накачивают энергией, амбициями. Им говорят, как научиться правильно пользоваться, управлять людьми, но их не учат. Как, какие побочные эффекты у них будут и как с ними справляться. Поэтому они резко падают, у них бывает депрессия, они попадают в клиники. Можно научиться. Если у тебя есть умение читать правильно, можно. И всю информацию, которую ты получаешь из книг, нужно считать лишь только информацией, а формировать своё видение. Чудо – это определённый уровень знаний. Раньше чудо было. Молния в небе. Сегодня мы знаем, почему оно происходит. Чудо – это знание. А знание просто не всегда и не всем под силу. Особенно сакральное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова